Великой Отечественной Символизирует эфемерность жизни и олицетворяет облака. В Ярославле зацвела сакура. В эфире «Время новостей» городского телеканала в студии Наталья Пиунова. Здравствуйте. Начинаем с официальной информации. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в совещании с президентом Владимиром Путиным. Оно прошло в режиме видеосвязи. Тема – реализация принятых мер в поддержке экономики и соцсферы. В приоритете выплаты семьям с детьми, медикам, повышение пособия для тех, кто после 1 марта остался без работы. Отдельное внимание экономике. В соответствии с поручением президента в Ярославской области были разработаны меры поддержки наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей. В регионе будут снижены налоговые ставки для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Субъекты малого и среднего бизнеса в этом году будут освобождены от налога на имущество и транспортного налога. Примуты и другие меры. Ярославцам осуществляются все региональные и федеральные социальные выплаты. Выделено больше сотни миллионов рублей для медиков. Средства для выплат за март и апрель направлены в медорганизации. Также обсудили предложение по поэтапному выходу из режима самоизоляции. Ситуация с распространением коронавируса в субъектах федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. А где-то возможно планировать их определенное обоснованное смягчение. Глава государства доверяет решения регионам. Но их принятие должно основываться на мнении специалистов с учетом всех факторов и возможных рисков. Все решения обязательно тщательно взвесим, ведь, как подчеркнул президент, цена ошибки очень высока. Безопасность, жизнь и здоровье людей. Права на риск у нас нет. И к официальным данным по коронавирусу в регионе. Шесть ярославцев умерло от COVID-19 с 1 по 5 мая. Большинство из них – люди преклонного возраста. Всего за прошедшие сутки и длинные выходные количество заболевших увеличилось на 374 человека. Выздоровело 65. Теперь статистика выглядит так. С начала периода в Ярославской области заболело 880 человек. 741 сейчас на лечении, из них госпитализировано 177. Выздоровело 128 человек, 11 погибли. За прошедшие сутки проведено 872 лабораторных исследования. 157 ярославцев на обязательной изоляции в связи с возвратом из-за границы. 1263 человека на карантине – это те, кто контактировал с заболевшими. 70% ярославцев с COVID-19 лечатся на дому. Болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Об этом сообщил глава областного Депздрава. В больницах находятся в основном пожилые люди и пациенты с хроническими сопутствующими заболеваниями. Если в те или иные отделения поступают пациенты с COVID-19, либо с подозрением на COVID-19, то работа данного отделения не прекращается. Пациенты перестают госпитализироваться в это отделение, а медицинский персонал, у которого были произведены заборы анализов и получены отрицательные результаты по COVID-19, переходит на площади этой же больницы работать. Пока на сегодня остается проблема с кадрами, укомплектованность клиник составляет в среднем 60%, но все пациенты, по словам областных властей, получают необходимую медпомощь. Лекарства и средств защиты у клиник хватает. У нас врачи, медработники в этой части, они экипированы полностью. Да, бывают вопросы, когда нам говорят, нам осталось там на пять, на шесть дней, там респираторов, еще чего-то. Мы тут же реагируем. Между тем, чтобы не возникло дефицита, в Ярославле помогают медикам со средствами индивидуальной защиты. Сегодня подключился профсоюз работников здравоохранения. Областная организация передала первую партию масок. Пять тысяч штук предоставила одна из компаний «Гаврилов Яма». Их распределят по восьми больницам Ярославля и Рыбинска и двум станциям скорой помощи. Кроме масок уже идет работа по приобретению защитных костюмов и респираторов. Причем принято решение не только на уровне областной организации приобрести данные средства защиты, но и на уровне первичек. Другим темам в Ярославле появились мирные окна. В преддверии Дня Победы горожане украшают стекла тематическими рисунками и аппликациями. Проект всероссийский. Из-за пандемии коронавируса традиционные торжества в честь 9 мая отменены. Организаторы акции предлагают таким необычным способом сказать спасибо ветеранам. В городском центре технического творчества Ярославля для воспитанников делают видеоуроки. Способов украсить окно много. Самый простой – гуашь. Рисовать можно от руки или с помощью трафаретов. Можно также сделать штампы из обычной губки, например, в форме звезд. Можно сделать журавликов из бумаги или вырезать из нее другие фигуры. Цветы получаются, например, из салфеток или обрезков тканей. Идею сюжетов педагоги советуют подсмотреть в старых открытках, плакатах или в литературе. «Хотелось бы, во-первых, гостеприимно пригласить вас на наш сайт, городской центре технического творчества, и еще на нашу ссылочку. Это семейный клуб. И там вы найдете море идей, море разных мастер-классов и видеомастер-классов. Детки наши знакомятся не только с творчеством и с новыми техниками, но и узнают историю». Цветник для ветерана. В Ярославле проходит необычная и красивая акция. Под окнами участников Великой Отечественной войны разбивают клумбы. Одна из живых композиций появилась сегодня у подъезда на улице Курчатова. Здесь проживает инвалид войны, бывший командир пехотного отделения 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта Александр Алексеевич Лученецкий. Клумба из однолетников сделана силами районной администрации, горзеленхозхоза и одного из цветочных предприятий города. «Видите, я один на весь дом тут. Все уже ушли. Все ушли». «Вот эти цветы будут вас радовать теперь по утрам?» «И цветы, и все. И вам спасибо за внимание. Большое спасибо. Мне очень приятно, что все такие. Ну, не забывают». «У нас в Алфрунинском и в Красноперекопском осталось всего лишь только 43 ветерана. Это 10 в Красноперекопском и 33 в Алфрунинском районе. Мы сейчас стараемся вот так же клумбы сделать и у каждого ветерана». Парад оркестра для одного ветерана. Такой прошел сегодня в Ярославле. Выступление духового оркестра слушал со своего балкона столетний Геннадий Павлович Котов. Труженик тыла в годы Великой Отечественной работал на оборонных заводах. В мирное время преподавал в Ярославском зенитно-ракетном военном училище. Музыкальное поздравление получил и Николай Иванович Бритвин. В этом году он отметит столетний юбилей. Во время Великой Отечественной был танкистом, командовал ротой, сражался на Курской дуге, а победу встретил под Берлином. Из-за непогоды оркестр училища ПВО выступил перед ним дважды. По звуке легендарного марша Николаю Ивановичу вспомнились однополчане и любимая военная песня. Неудобно украсть ее у маршала Жукова, но я люблю эту песню. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, постепной бурьян. В преддверии этого праздника, когда мы поздравляем наших замечательных ветеранов, которые дарят нам огромное количество всевозможных героических подвигов, рассказов, на которых воспитываются наши выпускники. Георгиевские ленточки с доставкой на дом. Несколько тысяч символов победы волонтеры и соцработники разнесут ярославцам. Получат их пожилые, а также ветераны и инвалиды. Привычной раздачи этих знаков памяти на улицах Ярославля в этом году не будет. Это из-за пандемии COVID-19. Как пояснили в мэрии, акцию в привычном виде, возможно, организуют осенью. Сейчас раздают ленточки также некоторые аптеки и АЗС. Еще один вариант, продиктованный временем, онлайн. Самое простое – это разместить аватар в одной из социальных сетей с георгиевской ленточкой. Также сегодня предлагается передать эстафету размещения георгиевской ленточки, опубликовать историю, свое отношение, то есть во всех тех любых формах, которые можно сделать сегодня в сети интернет. Даже, например, всероссийское движение «Волонтеры победы» сделали маску в Инстаграм с георгиевской ленточкой. Я напомню, что в онлайн пройдет также «Бессмертный полк». Принять участие могут все желающие. Для этого необходимо сделать фото своей семьи вместе с портретом родственника ветерана или записать рассказ о нем на видео и поделиться в соцсетях с хэштегами «Бессмертный полк дома», «Мой полк дома» и «Бессмертный полк 2020». Ярославские автобусы, троллейбусы и трамваи украшают к 9 мая. На шести единицах общественного транспорта появилась символика, посвященная юбилею победы. Такой красивый транспорт будет курсировать по наиболее востребованным маршрутам до конца мая. Символика разработана в едином формате, согласованном Министерству транспорта Российской Федерации. Жители города уже, соответственно, в преддверии Дня Победы будут видеть символику на нашем пассажирском транспорте. Студент Ярославского художественного училища пишет портреты ветеранов Великой Отечественной. Галерея героев пока не велика, но художник уверен, что дело свое продолжит. С большим творческим начинанием познакомилась Марина Смарагдова. Масло придает такой блеск работе, работа больше проявляется. Выполняет роль своеобразного лапа. Портрет Александры Николаевны Власовой девочкой, вывезенной из блокадного Ленинграда, Владимир Зайцев писал с натуры. Так, говорит живописец, ярче раскрывается характер героев. О легендарном прошлом мирно беседовали во время сеансов. За каждой морщинкой ветеранов скрывается большая и сложная жизнь. Они мне рассказывали истории, которыми я просто заслушивался. Порой даже забываешь, что у тебя в руке кисть, и ты ушами как бы ее пишешь, картину ты слушаешь. Что они рассказывают, как страна восстанавливалась после войны. Александру Николаевну хорошо знают и на радиозаводе, и в школах Липовой горы. В числе 300 блокадников она пришла на предприятие после войны. Всем спасенным детям здесь дали профессию. Именно она восстановила историю ярославских детских домов, как и историю своей семьи. Первым был закончен портрет Леонида Михайловича Мальцева, бессменного знаменосца. 9 мая он всегда возглавлял праздничные колонны жителей Липовой горы. Пехотинец Великой Отечественной стал отменным работником. Его знает вся округа. Владимир – не коренной ярославец. Идея увековечить ветеранов возникла на районном параде победы. Два этих человека сегодня запечатлены. Я думаю, что найдется им место в заводском музее этим картинам. И я думаю, что и завод, конечно, безусловно, подключится к этому. Мы эту работу доведем до конца. Но еще раз хочу сказать, что вот этот порыв, это предложение молодого человека, студента, мне кажется, очень хорошим, патриотичным делом. Сегодня на Липовой горе 8 фронтовиков радиозаводчан и 34 труженика тыла. Возле обелиска славы 9 мая, за исключением этого года, собирается вся округа. На стелле 370 фамилий, павших за родину. К 70-летию победы в парке появились именные деревца на Аллее славы. Рябины, клёны, сосны высаживали уже правнуки участников войны. Традиция памяти продолжится и в галерее портретов. Марина Смарагдова, Андрей Кауров, Новости города. Ярославцы читают «Стихи о войне». Проект городского телеканала «Непобедимый» посвящен юбилею Великой Победы. Автор, режиссер нашей телекомпании Алексей Гурин. В поэтическом цикле «Долгая дорога потери и страданий». В каждой российской семье есть свой герой, свой воин, свой солдат. Посвящение народному подвигу соединились известные в городе люди разных возрастов и профессий. Проникновенно и трепетно они читают бьющие прямо в сердце строки. Отдельные главы уже в эфире. Целиком проект «Непобедимый» городской телеканал покажет 9 мая. Посмотреть его можно будет и на нашем сайте ГТК.ТВ. С момента старта проекта мы получаем очень много откликов от телезрителей, которые сами читают стихи о войне. Самые активные юные ярославцы. «Подарили радость и весну рядовые армии советской, люди, победившие войну». «Смертельный удар» – это видео из магазина на Нижнем поселке всколыхнуло интернет. Пенсионер после короткого диалога с мужчиной бьет его, тот отвечает. Удар кулака оказался для пожилого мужчины смертельным. 81-летний пенсионер скончался в больнице. Ярославский следком ищут второго участника конфликта. А это ЧП произошло в центре Рыбинска. Полицейский застрелил собаку. Наряд полиции прибыл по сообщению о лежащем на газоне человеке. Им оказался 32-летний пьяный мужчина без определенного места жительства. Рядом собака, который укусил одного из стражей порядка за руку. Тот применил табельное оружие. По данным УМВД, полицейский действовал в соответствии с законодательством в ситуации угрозы своему здоровью. После укуса ему потребовалась медпомощь. В отношении бездомного составлен протокол об административном правонарушении. Причиной крушения самолета 5 мая 2019 года стала его техническая неисправность. Такова версия пилота разбившегося суперджета. Об этом сообщает лента РУМ. По словам Дениса Евдокимова, трагедия, где погиб 41 человек, в том числе ярославец Михаил Зорин, произошла из-за несоответствия нормам летной годности. Производитель вовремя не доработал судно. Пилот выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших в авиакатастрофе, но подчеркнул, что сделал все возможное, чтобы крушение не произошло. Напомним, в апреле Следственный комитет России проверк версию о технической неисправности самолета. Пилот обвиняется по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации самолета, повлекшем гибель людей. Денису Евдокимову грозит до 7 лет заключения. В Ярославле продолжаются работы по ремонту детских площадок во дворах. Так, в Дзержинском районе ежедневно на работу по обновлению малых архитектурных форм выходит до 8 бригад управляющей компании. В их ведении более 110 детских городков, которые нужно привести в порядок до лета. У нас наступил весенне-летний период, и по поручению мэра мы сейчас проводим ремонт детских площадок во всем городе. Первостепенная задача – это проверить все площадки на безопасность и, соответственно, устранить все неисправности, которые могут повлечь причинению вреда жизни и здоровью детей. Зимой мы занимались тем, что меняли несущие конструкции, смотрели по металлическим конструкциям, требуется сварочная работа или нет. А сейчас в основном идет покраска и замена деревянных конструкций, не несущих уже, то есть ступеньки. По словам представителей управдома, почти у всех городков срок эксплуатации превышен в два раза, поэтому работы много. Сколько простоит обновленный городок, зависит и от жителей. Мне бы хотелось обратиться к детям и взрослым. Давайте беречь имущество, которое принадлежит многоквартирным домам, и чтобы наши детские площадки как можно дольше служили. В Ярославле распустились сакуры. Они дружно зацвели в ботаническом саду Ярославского государственного педагогического университета. Чайный японский сад начали создавать в 2013 году. По традиции он должен быть практически монохромно-зеленым, но с большим количеством оттенков. Сакуры вносят необходимое цветовое разнообразие. У японцев цветущие деревья символизируют эфемерность жизни и олицетворяют облака. Некоторые саженцы экзотического уголка природы подарены японцами. Самые северные – с острова Хоккайдо. В Японии сакурой называют и вишню, и сливу, и персик. Известно, что в стране восходящего солнца принято любоваться нежными цветами. Одно из главных зрелищ – ханами – время падения лепестков. Конечно, в наших условиях, где температуры могут и минус 30, мы укутываем наши сакуры, по крайней мере, первые годы. И сейчас продолжаем с всевозможными укрывными материалами, чтобы сохранить цветущие почки и, соответственно, полюбоваться их цветением. Благоустройство другого уголка Ярославля привлекло необычных гостей. На территории храма Михаила Архангела были замечены утка и селезень. В первый раз пернатые появились на Пасху. Вокруг древнего памятника развернулись большие работы по благоустройству. Половина двора уже вымощена плиткой, высаживаются растения. Надгробия, найденные в почве, заботливо сохраняются. На очереди водоотведения и дорожки. Крылатые гости словно подсказывают настоятелю и прихожанам ландшафтные решения. Причем они ходили именно по тем местам, где полагается провести вот эти дорожки мощения. Материал остался. Вот дай бог, чтобы все это, может быть, с помощью Божьей добрых людей нам еще совершить. Все фонтаны в рабочем состоянии, график и их запуск уточняется, в Ярославле провели расконсервацию и пусконаладочные работы искусственных водных источников. Напомним, обычно все фонтаны начинали работу 1 мая, однако в этом году в связи с пандемией коронавируса все переносится на неопределенное время. О запуске городских фонтанов в мэрии сообщат позднее. В 2020 году планируем запустить в работу 10 фонтанов, то есть будут функционировать это площадь труда, площадь юности Утюза и, соответственно, комплекс фонтанов на Стрелке и другие. О спорте далее. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, член сборной России Алексей Марченко стал игроком локомотива. Об этом сегодня сообщил Ярославский клуб. Контракт с защитником подписали на два года. Это не единственное изменение в составе железнодорожников. С начала месяца руководство локомотива озвучивает кадровые решения. Соглашение подписали с чемпионом АХЛ, канадским голкипером Эдвардом Паскуале, чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина, финским защитником Атте Ахтамаа, двукратным обладателем Кубка Гагарина Денисом Баранцевым, одним из самых результативных легионеров КХЛ, шведом Андрея Петерсоном. Также в команду вернулись защитник Зияд Пайгин, нападающий Кирилл Слепец, переподписали контракт с Егором Авериным. Тем временем покинули ярославскую команду Александр Свитов, Григорий Денисенко, Стефан Дакоста. Главным тренером обновленной команды стал Андрей Скобелко, известный ярославским любителем хоккея. В составе «Торпедо» он становился чемпионом России в 1997 году и бронзовым призером в 1998. Станет ли Ярославль городом трудовой доблести? Теперь это решит президент России Владимир Путин. Почетное звание присваивается лишь в том случае, если жители внесли значительный вклад в достижение победы Великой Отечественной. Российская Академия наук дала положительное заключение на право получения подобного статуса, а областные парламентарии единогласно поддержали обращение к российскому лидеру. Почему наш город достоин? Сегодня свое мнение озвучит начальник управления по делам архивов Ярославской области Евгений Гузанов. Из Ярославля вывозится 19 предприятий, эвакуация начинается. Но в то же время предприятия продолжают работать. То есть часть квалифицированных кадров уезжает за Урал. Но когда стабилизируется ситуация, предприятия ставятся, новые плановые показатели, и уже привлеченные молодые ребята с ближайших деревень выходят на работу и выполняют те нормы, которые были поставлены руководством заводов. В студии работала Наталья Пеунова. Спасибо за внимание. До свидания.